Приветствую, друзья! Подложаю рубрику «Вопрос-ответ» со своего списочка. Читаю следующее. Вопрос был про дела. Стоит ли их доделать или нет? Как бы, о чём вы меня спрашиваете? Хотите, доделывайте. Хотите, не доделывайте. Мне очень нравится, как некоторые люди рассказывают про дела. Что любое дело — это как ваша душа. Представьте. Мне очень нравится. Это не мои слова взяты, позаимствованы. Но мне очень нравится этот пример. Представьте, вы пилите ребёнка. Вы отпиливаете ему руку, ногу. Он орёт, он кричит. И вы вот смотрите и понимаете, что, блин, это же ребёнок. Вот что вы будете делать? Допиливать вы будете его или не допиливать? Вот, естественно, вы бросите всё и не будете допиливать. Так ваши дела — это ваша душа. Когда вы не хотите доделать, она орёт просто, кричит. А вы всё равно допиливаете, потому что надо доделать. Или... Ну, доделать надо. Почему? Потому что вам нужно без всяких причин. Просто надо, и всё. И мне почему-то будет хорошо. Ну, я же, блин, сделал. Я же мужик. Я же, там, дал слово. Либо я же такая крутая, мне же нужно всем всё доказать. Вот. А ваша душа кричит, орёт, что пора, ну, бросить. Вы просто убиваете себя этими своими делами, если вы их не хотите доделывать. Если вы хотите доделать, то в чём тогда вопрос? То они у вас по накатанной спорятся, доделываются, и всё очень круто. Но если вы не хотите, не надо себя заставлять, потому что душа уже орёт. Вы себя заставляете, а она просто кричит и вяжет. Мне ещё и не нравится картинка, которую у меня в Инстаграме. Я её выкладывала потом на канале, у себя в Телеграме, в разделе там статьи. И девушка, молодая мама, везёт коляску с ребёночком, который сидит в колясочке. В общем, везёт-везёт и заходит в море. И она идёт, и подписана, а ребёнок уже в воде. То чувство, когда ты понял, что идёшь не туда, но тот неловкий момент, что ты не можешь свернуть с дорожки. Знаешь, что ты идёшь не туда, но ты не можешь свернуть с дорожки. Ну, мало ли, там, что люди подумают. Тот неловкий момент, когда, блядь, надо доделать. Вот. Ну, тоже абсурд, согласитесь. Классная картинка передаёт вот это вот то, что какая разница, кто что подумает. Вам скажут, какая ты, ой-ой-ой, плохая, начала дела, не доделала, начала там бизнес, там бросила один, второй, третий проект, не доделала, всё у тебя валяется. Так, дело в том, что все, кто вам это говорит, они просто ваши зеркалы. Это вы себе говорите это. Просто вы себе говорите. Что вы себя вините. Но заняв точку обзора, как в прошлом видео, я про точки обзора рассказывала, что я живу без плана, я ничего не обязана, ни перед кем не оправдываюсь, ни хрена мне не надо делать то, что я не хочу. Я делаю то, что я хочу. Если меня это наполняет, то это круто. А если это уже меня не наполняет, то надо бросить, опыт пройден, мне это уже не нужно. Все вещи на земле, они на самом деле, если так задуматься, они все бессмысленные. Вот просто реально бессмысленные. Смысл есть только от опыта и творчества, в котором вы, блин, наполнились энергией, наполнились движухой, кайфом. Не важно, к чему это приведет. Но если здесь, сейчас, вам хорошо, от того, что вы делаете, то это замечательно. В это время счастье рядом с вами шагает просто и любовь. Когда вам хорошо, вам реально внутри хорошо, то хорошо всем вокруг. Это приятный бонус. Если вы общаетесь с людьми, у которых все хорошо, они тоже вас поднимают. Поэтому находите себе и офигенное окружение, чтобы не с нытиками тусить или вот с такими я кремень я доделаю. Ищите себе окружение людей, которые вас наполняют. И сами станете таким человеком, который будет всех наполнять, вдохновлять. Найдите любовь себе, вот этот кайф, вот эта радость. Начните жить полной жизнью. Полной жизнью это не значит, чтобы пойти во все тяжкие. И надо попробовать все. А надо попробовать все, то, что наполняет, от того, что вас радует. То есть познавайте себя во всем и кайфуйте от этого, от познания. Так. Следующий вопрос. Почему человек перестает хотеть нового? Ну, тут все банально. Банально. Дети, они же все время хочу, хочу, хочу. Но родители просто убивают в них социум, родители и все остальное. Вообще окружение убивает просто хотелки все. Ой, много не хоти, это не надо. Там, типа, мне мама такая говорила, когда я была любознательная, да, мне мама все время говорила то, что... Сейчас-то я понимаю, что я сама себе это говорила. Шаблоны мышления-то у меня еще. Ого! С прошлых жизней. Она мне говорила, любопытные варвари на базаре нос воровали. Вот, оторвали. Воровали. Нас оторвали. Любопытные варвари на базаре нас оторвали. То есть всю охоту любопытничать и познавать мир вообще отбивалась. Так вы, родители, посмотрите, как вы растите своих детей. Вы же отбиваете всю охоту желать. Отбиваете хотелки, отбиваете импульс вот этот познания. Там, не бегай, это не делай, там, не упади. То, не то, короче. Не даете опыт человеку прожить. Маленькому человечку не даете опыт прожить, чтобы вырасти. И у меня, кстати, был какой-то вопрос, почему взрослые люди остаются маленькими. потому что они взрослый человек это не тот, который с годами повзрослел, типа поумнел. Да он потупел с годами. Любой человек тупеет, а не умнеет. Потому что шаблоны мышления, они с каждым днём просто накапливаются. Что такое шаблон мышления? Это убеждение и какая-то рамка. То есть мы себя каждый день просто в эти рамки задвигаем, задвигаем и обездвиживаем. И к концу закату жизни просто в этих рамках обездвижены. Движухи вообще нет никакой. Жизнь остановилась, мы умерли. Опять забвение, опять опыт проходить. Что, блин, так себя загонять в рамки нельзя. Поэтому человек и перестает желать нового, потому что убивается вот это вот всё вот этим мышлением. Чтобы начать ему творить, разбудить себе творца, вот эту мужскую энергию творения, познавать мир, начать желать, женскую энергию разбудить и творить мужскую. Нужно начать с собой разбирать, самим собой начать разбирать вопросы. Вот эти вот убеждения, просто мы живём неосознанно, не задумываясь, верим словам на слово, не задумываясь о их значении. Вы просто проанализируйте, что вы говорите. Возьмите тетрадку, возьмите ручку, запишите ваши мысли, весь день, два дня, неделю записывайте, вообще о чём вы думаете. Проанализируйте, почитайте, посмотрите. Я, например, недостаточно красива, или я недостаточно умна, поэтому я вот туда не лезу, туда не попаду, это я не могу. Вы же сами себе эти рамки придумываете, а кто вам сказал, что вы недостаточно красива, недостаточно чего, о какой красоте вы вообще речь говорите. Если вы красоту пытаетесь подогнать под какие-то определения, под какие-то шаблоны, под какие-то рамки, то красота уже априори не может быть этой красотой. То есть, если вы себя подгоняете под идеальность, а идеальность это эталон какой-то, это какая-то рамка, это какой-то шаблон, то есть, это уже неидеально, потому что это уже вашему подогнано, обездвиженно, умертвленно, я не знаю, как это назвать. Идеальность это свобода, это не рамки. И когда вы начинаете с собой рассуждать, а что я вкладываю в это понятие, когда я об этом думаю, когда вы начинаете рассуждать, а для чего я вообще так говорю, ну это же я говорю, почему я это постоянно слышу, что я хочу донести от других людей сам себе, то есть, что я хочу сам себе сказать через этих людей, если вы себя не слышите, то к вам придут и скажут, и они скажут то, что есть в вас, потому что вы не можете услышать то, чего в вас нет. вот, поэтому для того, чтобы вот эти вот рамки раздвигать, начать желать, начать творить, познавать новое, познавать мир, начать захотеть, вам нужна воля, во-первых, начать желать, начать видеть, начать познавать, и общение с собой. И сразу следующий вопрос был, так, это вот, я ответила, почему перестаём хотеть нового, потому что друг другу убиваем желание, это туда не ходи, опыт не получай, а школу, так это вообще очень круто, мы себе школу создали, и это тоже хорошо, это такой опыт, который вы сами если хотите разберёте, когда нам ставят оценки, страх ошибки у людей просто насколько укореняется в мозгах, когда в школах хочется ошибаться это плохо, хотя это всего лишь опыт, нет никаких ошибок, их просто не существует, этот опыт, за счёт которого мы растём и познаём новую, если бы мы их не совершали, мы бы не росли, вот, но это тоже хорошо, точка позиции, почему-то это хорошо, можно разобрать и перевести в таланты, тогда материальный мир поменяется, то есть вся ваша задача наблюдать, о чём вы говорите, о чём вы думаете и начать наконец-то с собой разговаривать, включать свой ум, который поможет вам перевести всё, что вы говорите, вы неосознанно говорите почти всё вообще, вы спите каждый день, я сама спала всю жизнь, начинаю только просыпаться, так, и про вопрос, который я хотела, время уже вышло, забыла, я его озвучу в следующий раз, пока.